МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одинцовский округ – один из 11 муниципалитетов на территории Московской области, где беженцы из Донбасса смогли принять участие в историческом голосовании. Мария Логвин приехала в Подмосковье из Горловки. За последние 8 лет в родном городе женщина прошла через тяжелые испытания. Как только объявили о возможности выезда в Россию, она согласилась, не раздумывая. Не было такого дня, чтобы мы не слышали взрывов. Мы уже понимали, какими орудиями по нам бьют. Прилеты слышали отлично. Можно сказать, мы уже к этому привыкли, потому что другого выхода у нас не было. Я очень счастлива, что я приехала сюда. Очень много трудностей было нам. Мы сюда приехали, попали в рай. Семья Калинка приехала в Одинцовский округ из ДНР. В мирное время Оксана и Роман работали в сфере пищевой промышленности. Но с 2014 года о привычной жизни пришлось забыть. Сегодня они всей семьей приехали в пункт голосования, чтобы принять участие в референдуме. У нас сегодня волнительный день. Мы едем на референдум проголосовать за вступление наших республик в состав Российской Федерации. Мы этого долго ждали, мы к этому стремились, а мы к этому шли 8 лет. На референдумах повсеместно присутствовали международные наблюдатели из состава Общественной Палаты Российской Федерации и Ассоциации независимой общественной мониторинг. По словам представителей других стран, голосование проходило спокойно и с высоким уровнем эмоционального подъема. Мы здесь как раз чтобы наблюдать референдум, который уже проходит предпоследний день. Это исторический момент не только для жителей территории, которые голосуют, но и для всей России и, конечно, для всего мира. Эти люди, как мы уже заметили, голосуют, как я видел, как я заметил, наблюдал добровольно, без никакой агитации, без никакой проблемы. То надо показывать, что здесь все идет референдум, уважая международное право. На протяжении всех дней голосования в СМИ появлялось немало недостоверной информации относительно правомерности проведения референдумов. Все ложные сведения достаточно быстро опровергались благодаря обширной сети общественных наблюдателей. Полина Толмачева, телекомпания Одинцова.